В среду 2 июня в 17.05 на улице Возрождения 50-летний мужчина, управляя автомобилем Аудио 100, совершил наезд на трёхлетнего ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево с мамой за руку. В результате ДТП мальчик с сочетанной травмой доставлен в детское отделение областной клинической больницы. На водителя были составлены административные материалы по ст. 12.18 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» ст. 12.27 ч. 1 «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения» ст. 12.5 ч. 1 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Водитель автомобиля трезв. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 264 «Нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения». Статистика показывает, что это один из основных аварийных участков в нашем городе, на котором регулярно происходит ДТП с многочисленным травматизмом и гибелью участников дорожного движения. Два года назад здесь же погиб молодой парень. Видео с этого жуткого ДТП мы размещали в своем выпуске, вышедшем осенью 2020 года. Тогда же бабушка погибшего молодого человека говорила о необходимости установки здесь, если не светофора, то хотя бы лежачего полицейского, чтобы подобных трагедий больше не было. Наступил 2021 год, а зебра здесь уже достаточно потертая, так и не обзавелась ни лежачим полицейским, ни шумовыми полосами, ни светофорным объектом. Хотя здесь он, наверное, нужнее, чем тот, что находится неподалеку. О его переносе осенью говорил общественник Сергей Свиридов, приводя в подтверждение итоги опроса, проведенного им на своей странице ВКонтакте. О том, что светофор здесь необходим, подтвердил еще один опрос, проведенный нами после трагедии с ребенком. Обязательно надо, обязательно. Здесь движение очень большое, со всех сторон. Детишки бегают, тут школа недалеко. И потому может быть всякое. Потому что надо обязательно здесь делать. Здесь постоянные аварии, постоянные аварии. Я вот сама часто здесь хожу. И то так стоишь, смотришь, какой водитель. А то ведь мчатся вообще. Не останавливаются даже. Так что здесь нужен светофор. Наверное, в первую очередь все равно должен быть регулируемый пешеходный переход. А еще, наверное, больше, чтобы бдительность водителей. Как бы, чтобы они более так аккуратно, скажем, что ли, ну, в центре города, как бы, ездили. Вот. Вот. Да, соблюдались красный режим. Да. Да, да, да. И как бы были более внимательны. То есть, действительно, как бы, недалеко дошкольные учреждения. Как бы, садики. И детишки сами бегают. И сейчас наступила летняя пора. То есть, каникулы. Ну, будет еще больше, как бы, детишек. Это просто, может, сейчас как бы не очень так на улице. Ну, прохладные. Менее такие они активные. А так здесь надо, ну, все равно что-то вот, как бы, предусмотреть. Конечно, ребенок мог выбежать на зебру и при том условии, если бы здесь находился светофор. Однако водителю нельзя забывать общих правил проезда пешеходных переходов. А в них сказано о том, что при проезде пешеходного перехода необходимо быть предельно внимательным и готовым в любой момент к торможению. При подъезде необходимо снизить скорость, при наличии пешеходов остановиться, пропустить их. Водителю следует быть готовым к тому, что пешеход может побежать или развернуться на пешеходном переходе и вернуться назад на тротуар. Особенно, если пешеход – ребенок.